Девушки отдыхают И не было бы тьмы игроков, сменившихся за время, когда наконец пришло понимание необходимости сокращения выпуливания такого бабла в туман. Если всчитываться, сколько денег ушло налево за годы безмятежных прогулок крыльев по полю, то вы поймете, что Самара-арена у нас давным-давно стояла бы и блестела, как Сан-Сира в Милане, и без потуг по случаю Мундиаля, считает блогер. Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что Красная Глинка в этом году осталась без одной из главных местных новогодних елок. Зеленую красавицу не поставили на стадионе «Энергия». И райадминистрации тут ни при чем. Дело в том, что «Энергия» принадлежит электрощиту. А в этом году завод купили французы. Вот и прокатили они народ с елкой. Кроме того, конструкцию для установки дерева кто-то свистнул, и сейчас уже концов не найти. Жители поселка сильно расстроились. По их словам, всегда от завода была елка. Новый год для россиян особый праздник, но французы этим не прониклись. Хотя в следующем году, кажется, обещали исправиться, пишет Ширяев. Блогер Ирина Фролова поздравила власти города от имени Нечищенной Самары. Спасибо, что перед Новым годом вы добавляете зимнего настроения. Просим и в дальнейшем не чистить тротуары и дворы. А то ведь наши детишки совсем забыли, что такое настоящая русская зима. Больше снега, больше льда, больше сугробов в новом 2017 году. Муниципальные дворники так хорошо трудились, что заслужили отпуск на весь год и уже сейчас могут начинать хлопать хлопушки и открывать шампанское. Поощрите их путевками на Бали за счет городского бюджета. Спасибо вам, ваши любимые, вечно чем-то недовольные горожане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok